Привет, ты на канале Magic Pets, я Эйван. И мы продолжаем нашу мега распаковку огромного количества слаймов и делаем из них лизуны-гиганты, чтобы потом с ними экспериментировать. Это Миша. Ми-ми-ми-ми-ша, лайк. Привет, а я Софи. Фу, чё-то я сегодня чихаю, блин. Фу, ага, чё такое? Это Юми. Будь здорова, сестричка. Ага. Покемен, Покемен, Юмичу. Привет, скорее подписывайся на канал, чтобы нас стало 2 миллиона. И, пожалуйста, поставь лайк. Юми, хватит выпрашивать лайки. Лучше комментарий проси. Софи, да что с тобой такое? А знаете чё, у меня, наверное, просто очень разнервничалась из-за нового видео на Magic Family. Новый ролик на Magic Family, который сегодня вышел, про то, что Юмичу не девочка. Да, на канале Magic Family вышел шокирующий ролик. Аня рассказала, что Юми... Может быть, не совсем, девочка. Я в шоке на сих пор. Это всё не совсем так. Помолчите, а. А нет, 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 вот пусть ребята знают шокирующую правду про тебя. Не слушайте их, ребята, не ходите и не смотрите это видео, понятно? Не надо вам такое знать. А чё это не надо, нет, мы оставим ссылку в описании. Вот именно, вот там внизу поставим её. Ну вы же не совсем правильно сказали. Не ходите, не смотрите. Юми, ты не имеешь право им запрещать. Они должны знать правду о нас всех. Но вы это, короче. Да ну вас, лучше расскажите, куда киска Алиска опять ушла. Да, киска Алиска опять где-то гуляет. Не ходи и не смотри то видео на Мальших Фрэмэле. Нет, сходи и посмотри. Ладно, ребята сами решат, а мы давайте по заниманию и продолжим нашу распаковку. Да, только сначала надо объяснить. Мы разделились на 4 команды. Эйвен выбрал матовые слаймы и пока что его лизун самый большой. Тётя Софи делает космического лизуна из прозрачных слаймов. Да уж, Аюми решила делать сопли слайм, куда идут все противные лизны. А Мишка выбрала антистресс больницу. К ней поступают все больные слаймы, которые будут лечиться. Но пока что лидирую я. Я предлагаю открыть вот эти все большие баночки со слаймами. А потом уже перейти к тем, что поменьше. А вообще я хочу попробовать заполнить своим лизуном-гигантом тазик до краев. Вот так? То есть чтобы он вообще стал огромным? Именно. Эйвен, вообще-то в этих больших банках по-моему только матовые слаймы. Вот именно. Я считаю нужно открывать по очереди. У нас есть еще и другие лизуны, это несправедливо. Ой-ой-ой, ну и ладно, ты все равно проиграешь. Ладно, окей, давайте откроем вот эту баночку, на ней все равно написано Эйвен. И все-таки будем чередоваться. Тут и правда очень большой слаймик сиреневого цвета. Сейчас вытащу его и проверим, здоров ли он. Может он вообще не пополнит команду Эйвена. Эх, ребят, видимо слаймик здоров. А еще он очень тяжелый, и в нем, видите, какие-то частички цветные есть. Но это не похоже на блестки, как обычно бывают в лизунах. Может это какой-то вид украшения, не блестящие частички? Знаете, как бывает в стиральном порошке, он не белый полностью, а есть гранулы другого цвета. Ань, понятно, хватит уже, давай проверю уже, как он растягивается. Растягивается он прекрасно, и реально не слабо так дополнит команду Эйвена. Ты забыла проверить, как он хрустит и щелкает. Ой, упс, простите. Давай откроем вот эти три полупрозрачных, мне кажется они все очень похожи. Поэтому распаковать можно сразу твоих. Как скажешь, София, я на вас тут работаю. Открываю. Ух ты, ребят, смотрите, я первый раз такую красоту вижу. Это, видимо, супер кранчи слайм. Так как я не профи слаймер, ребята постоянно подкидывают мне в комментариях новые факты. Предлагают рецепты и дают советы. И вот как-то раз я узнала, что слайм, в котором именно много всего, и из-за этого он хрустит, называется кранчи слайм. Какой красивый. Да, классный, даже мне нравится. Вот, я же говорила, они классные будут. И самое прикольное и интересное, это то, что несмотря на то, что в нем столько всего, он все равно прекрасно растягивается, становится практически прозрачным, скручивается, вообще не прилипает к рукам, очень приятный на ощупь, такой прям реально настоящий антистресс. И он реально очень красивый. Ну-ка, щелкнем-ка им. Аня, слушай, пока не погружаем в мою команду, открой сразу следующий, и возможно мы их смешаем. Окей, так, посмотрим, ух ты, тут действительно очень похожий слаймик, но только у него внутри что-то есть. Сейчас попробую это достать, это опять какой-то рак. Это красный таракан монстр. Нет, Юмичу, в любом случае его там придется убрать, потому что если мы будем проводить эксперименты с блендером... Миш, мы это в прошлый раз уже говорили. Чего ты на него наезжаешь? Короче, если будем блендерить, то сломаем блендер. Да и эти красавцы слаймы испортятся. Ох, какой же он классный и очень, правда, похож на предыдущий. Так, я их хорошенько смешала, и по-моему они даже особо не отличаются по цвету. А теперь, Аня, открой третий и добавь его сразу к ним. А вот третий по цвету немножко отличается. Он тоже с кучей украшений, но более бирюзового цвета. Так, сейчас я их всех вместе замешаю хорошенько. Ну-ка, ну-ка, покажи, что получается. Смотри, Софиш, какой большой красавец. Может быть, я тоже заполню полностью свой тазик. Такими темпами точно. Когда он стал такой большой, он стал, мне кажется, еще красивее. И при этом вообще не потерял своих свойств. И тянется шикарно, и скручивается, и хрустит. Никак не могу им налюбоваться такой красивой. Ладно, Аня, укладывай давай его в мой космический гигант, и он станет еще хвостнее. Эм, согласен, получилось, и правда красиво. А давайте, пожалуйста, откроем попрыгуна. В смысле, Юмичу, попрыгуна? Там так написано, что я зря в школе училась. И правда на слаймике написано попрыгун. Впервые такое вижу. Кстати, попрыгун пишется через О. Короче, это такой маленький лизунчик. В нем очень много блесток, и он особо не растягивается. Но лизуны же обычно липкие. И если он попрыгун, к нему всякий мусор будет приклеиваться? Давай проверим, как он прыгает. Хорошо, надо как с мячиком, да? Ага, вот, видишь, я его словила. Попробуем еще разок. Далеко он упрыгал в этот раз. Ну-ка, где он? Да, действительно, слушайте, ребята, очень интересная штука. Прыг-скок. Моё-мое-мое. Да, Юми, лучше в рот его брать не надо. Такс, еще пару прыжочков. А теперь я, я, я поймал его. Так, Эйвен, давай сюда. Короче, это реально слайм попрыгун, он правда прыгает. А ну-ка теперь проверь, налепает он ему грязь или нет. Давай, Софиш, еще разок кину его подальше. Я поймаю, я поймаю. Нет, я, мое. Все, девочки, это я поймал, это мое. Эйвен, ну так нечестно, ну отдай. Нет, Софи, отстань. Итак, ребята, на нем действительно не осталось никакого мусора. Я в шоке, впервые такое вижу. Так к кому пойдет в команду этот монстрик? Конечно же, ко мне в мой сопли слайм. Нет, Юмичу, посмотри, он же полупрозрачный. Тем более, он с блестками. Правда, Софи, наверное, права. Не права, потому что он цвет от цвета сопелих. Юми, ты что, правильно забыла? Главное, никакого он цвета, а то, что он не противный. Ладно, давайте дальше, у нас еще куча слаймов. Просто в мой сопли слайм в прошлый раз никого не было. И в Мишину больницу очень мало. Юмичу, это всего лишь означает, что стало меньше противных слаймов и меньше больных. Это же хорошо, тем более вы не соревнуетесь с Эйвоном и Софи по размерам. Ань, смешай вот этот синий с розовым, который ты взяла. Что-то, по-моему, этот синий слишком прилипучий. Ладно, сейчас посмотрим. Что тут у нас? Ух ты, какой красивый ярко-розовый цвет. Практически неоновый, да? Да, да, Ань, чтобы синий слайм был не такой прилипучий, ты его смешай с этим неоново-розовым. Получится очень красиво. Как скажешь, Ивась. Так, смешиваем два слаймика и получаем один еще больше. И, кстати, очень классно смотрится. Но вот мне интересно, когда я их полностью смешаю, какой все-таки цвет победит? Синий или розовый? Или же они перемешаются в какой-то другой цвет? И все равно слайм немножко липковат, но все равно хорошо тянется, прекрасно скручивается. Так. Ань, вообще-то если смешать розовый и голубой, получится сиреневый вроде как, если исходить из закона цветов. И ты абсолютно права, Софиш, получился такой сиреневый слайм. Смотрите, как он стекает в Эйвоновский гигант, как будто это какой-то десерт, прямо скушать хочется. Мне тоже всегда все скушать хочется. Тебе-то уж точно, Юмичу, Эйвоновский гигант просто такой огромный, что я мешаю его, как будто тесто замешиваю. Мне кажется, он такой тяжелый, что я его даже поднять не смогу. Вот это монстр. Ань, но это ведь несправедливо. Что? Эйвон использовал больной слайм, а он должен был пойти в Мишину больницу. Так нечестно смешивать больные и здоровые. Да отстань, Софи. Вообще-то тетя Софи права. Блин, да, это был косяк, я согласна. Ладно, теперь вместо вас выбрала лизун я. И похоже, Юмичу, он твоего любимого цвета. Хотя, нет, кажется, он в Мишину команду. Наконец-то пополнение в мою антистрас-больничку. Давно пора, засовывай его сюда. Знаешь что, Ань, похоже, ты неудачник. Почему это? Ты всегда выбираешь какие-нибудь косячные лизуны. Не правда, вот давайте проверим, я сейчас возьму вот эту коробочку. А тут сиреневый лизун с... Блин. Софи права, вот видишь, Ань. Это просто совпадение, это случайность. Сейчас я вытащу предметы из него. И вот увидите, он здоровый. Смотрите, как он тянет. Блин, он порвался. Кажется, он и правда засох. Зато еще один пациент в Мишиной больнице. Класс. Короче, Миш, тебе везет, когда Аня сама выбирает лизуны. Нет, не правда. Ну попробуй выбрать еще раз. А я возьму вот этот розовый мега-слайм. И я уверена, сейчас он будет здоров. С третьей попытки я уж точно выберу здорового лизуна. Вот, смотрите, пожалуйста. Ой, кажется, он слишком прилипучий. Кажется, я даже не смогу его достать из баночки, не запачкав рук. Блин, что серьезно? Кроме того, что я рукожопик, я еще и неудачник. Мне срочно нужна Миша на больнице. Миш, да тебе сегодня везет, смотри. Тебе всегда буду просить Аню выбирать лизуны, а она выберет то, что нужно мне. Блин, его даже трубочкой сложно оттуда выковырять. Фу. А теперь, Ань, смотри. Кто-нибудь из нас скажет тебе, какой взять слайм. И он будет здоровый, вот видишь. Ага, давайте вот этот, мэджик слайм написано. Ну-ну, вот сейчас и проверим, как вы умеете предсказывать. И если вам попадется больной, значит, вы тоже слайм неудачники. Так, смотрите, вот я его достаю и... Да, похоже, он здоровый. Вот видишь, Ань. И, кстати, он матовый идет, мой гигант. Да ну вас. Ладно, да, ты прав, Эйван. Смотрите, кстати, кроме того, что в этом сиреневеньком слайме есть блестки, он еще такой шершавый, в нем как будто песок. И некоторые ребята в комментариях писали, что когда слайм такой шершавенький, как будто в нем песок, это означает, что в нем действительно песок, только кинетический. Антистресс-песок. Вот, например, есть другой слаймик от Марины Урсатий. И он не шершавый, а наоборот блестященький. Правда, блин, я что-то забыла. Как ребята в комментариях мне объясняли, из-за чего некоторые матовые слаймы как будто блестят? По-моему, потому что в них добавляют шампунь. Кстати, что странно, когда я смешала темный слайм с светлым слаймом, темный цвет не победил. Это очень странно. Ань, а ты уверена, что шампунь? Вот я говорю, что-то я не помню. Надеюсь, ребята еще раз напишут. Ну что ж, этот большой слайм матовый, поэтому это еще одно большое пополнение в тазик Эйвана. Ну не забудь, моя цель заполнить тазик до краев. Блин, это тупо. В мой сопли слайм второй день никого нет. А я думаю, сегодня точно кое-кто найдется. Ань, а слайм вот этот вот, я знаю, что он матовый, но он такого красивого цвета. Да, Софиш, твой любимый розовый цвет. Кстати, слаймик от Алисы Пресленевой. Или Пресленевой. Прошу прощения, если неправильно сказала. Итак. Ой. Кажется, здесь слишком липкий слаймик. И Софишка, видимо, прокосячилась с выбором. Ни один я тут со слайм неудачник. Че, правда? Не может быть, что я прогадала. Смотри, Софи, даже если я его хорошенько помну в руках, сожму его пожамкой, чтобы он не прилипал, он все равно как растаявшая жевательная резинка. Правда, несмотря на это, цвет у него действительно красивый очень. А еще в нем, как Юми любит говорить, пупырки. На самом деле, цветные шарики фенопласта. А еще ММДМС. И слаймик, который, видимо, идет в мою больницу, поэтому ММДМС вытащи. Мы же потом всю больницу будем смешивать. Да уж, Мишань, сегодня твоя больница явно увеличивается. Почему в этот раз? Мало кто сделал слаймикокашечного или сопливого цвета. Так, ну честно, кажется, я нашла. Вот этот золотой мне подойдет. Так, это ниндзя слайм, на котором написано, что он золотой. Мы такой открывали когда-то давно. И знаем, как он выглядит, давай проверим. По-моему, он немножко БУ. И поэтому он не похож на расплавленное текущее золото. Так был тот ниндзя, которого мы открывали. Мне кажется, кто-то его до нас уже хорошенько пожамкал. Или же подложил в ниндзя слайм свой самодельный золотой слайм. И, кстати, не сказать, что он в самом уж хорошем состоянии. Значит, он ко мне, да? По цвету он мне подходит. Ладно уж, Юмичу. Раз в этот раз и правда тебя обделили противными слаймами. Да посмотри, он же похож на соплики. Да, я думаю, можно так сказать. Наконец-то! Попал мне в мой противный лизунчик. Фу, какой же он мерзкий, а? Да уж, это точно. Классный, да, ребят? Мне нравится. А вот на этом слаймике написано «Мэджик слайм прозрачный». Специально сказано, чтобы точно попал в мою команду. А никак сегодня. Слайм, который был явно болен, добавил размеров Айвену. Потому что он тебя обманул и предложил смешать со здоровым. Ну ладно, ладно, мой косяк, я уже сказала. Ой, да это ничего бы сильно не изменило, мой гигант самый огромный. Ладно, ладно, не начинайте только. Лучше смотрите, какой шикарный глубокий цвет. Я, наверное, такого супер синего слайма никогда не видела. А растягивается аж до прозрачности. Короче, маленький да удаленький. Да уж. И при этом похрустывает, слушайте. В нем круглые пенопластинки. И он реально прям такого насыщенного цвета. Прекрасно тянется, жамкается, смешивается. Смотрите, я сейчас постепенно буду его маленькими струйками пускать в Софишен космический гигант. Прикольно получилось. За сегодня у моего космоса цвет немножко поменялся. Да, изначально он был более зелено-голубо-бирюзовый. А сейчас твой гигант становится больше похож на космос. Фиолетово-синий со звездами и блестками. Фух, что-то я устала. Давайте-ка на этой красоте и закончим наш третий день распаковки. А ты идти и скорее смотри шокирующее видео про Юмичу. На нашем канале Magic Family ссылка будет внизу в описании. Или тут на экране появится. В общем, скоро увидимся.